Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала информационная программа новости. В студии работает Денис Севков и коротко о главном в сегодняшнем выпуске. Строительство домов для переселенцев, их трудоустройство и создание комфортных условий для сельчан. Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила правительственная группа во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Бердебеком Сапарбаевым. Большой ассортимент, высокое качество. С 23 по 25 ноября в Петропавловске пройдет ярмарка шуб Кировской меховой фабрики «Белка». Успейте купить шубу мечты по выгодной цене. Решил поиграть с законом. Стражи порядка задержали в Петропавловске нетрезвого 18-летнего автоугонщика. Теперь обо всем подробнее. В Северо-Казахстанской области побывала правительственная рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Бердебеком Сапарбаевым. В ее составе главы министерств, представители федерации и профсоюзов страны. В программе визита были встречи с общественностью, трудовыми коллективами, посещение ряда социальных объектов и также культурных объектов. Рабочая поездка началась с посещения Казалжарского района. В селе Байтирек Бердебек Сапарбаев и Акимобласть Кумарак Сакалов встретились с переселенцами, которые прибыли из трудоизбыточных регионов. Свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область вице-премьер начал села Байтирек из Лужарского района. Два дома на окраине. Там проживают переселенцы из трудоизбыточных регионов. Бердебек Сапарбаев отправился к ним в гости. В новый дом семья Насыровых переехала в прошлом месяце. Говорят, не нарадуется такому счастью. Ведь на их малой родине, на юге Казахстана, не было ни своей крыши над головой, ни постоянной работы. Я работаю сейчас водителем КАМАЗа на республиканской трассе Петропавловск-Караганда. Когда только приехал сюда, нам дали подъемные, обеспечили всем необходимым. Государство оказывало поддержку. У меня два ребенка. Дочь учится в подготовительном классе, сыну годик. Жена занимается домашним хозяйством. Посетил вице-премьер и местную школу. В фойе гости ждали Аксакалы и жители села. Говорили о проблемах. Одна из них – отсутствие яслей сада для малышей. В школе учатся около 300 детей. В этом году четвертый выпуск. Но есть проблема. Здесь нет детского сада. Помогите нам. Население увеличивается. Дети растут. Сейчас в селе проживает более 2000 человек. Если это населенный пункт, то здесь в обязательном порядке должна быть школа, детский сад, медпункт и свет, вода и дороги. Этот год мы закончим на хорошей ноте. В следующем году мы их продолжим. Следующим пунктом визита правительственной рабочей группы стал районный центр Козлужарского района, село Бесхоль. Здесь провели встречу с населением. Первым выступил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов. На сегодняшний день адресную социальную помощь по Казахстану получает 448 тысяч семей, а в Северо-Казахстанской области более 6 тысяч семей. Все это хорошая поддержка населению. Министр рассказал о новом способе распределения адресной социальной помощи. В частности, более 60% семей, получающих финансовую поддержку от государства, многодетные. Поэтому правительство решило выплачивать отдельные пособия тем семьям, в которых минимум четверо детей. Многодетные семьи, они наиболее уязвимые. Понятно, чем больше детей, тем тяжелее нагрузка. Больше нагрузка на семью, какую зарплату они не получают. Благодаря этому адресную социальную помощь получают именно те семьи, которые в ней действительно нуждаются. Такая ситуация была. Например, в одной области мужчина заявил, что у него нет доходов, назначил адресную социальную помощь. Но потом оказалось, что он имеет хозяйство в составе 852 голов. Ну, это совсем не так вижу. А один индивидуальный предприниматель в одной области заявил, что у него за квартал 220 тысяч доходов. Когда проверили официальные данные, у него 12,5 миллионов кингиру зарабатывает за квартал. Теперь для получения этого пособия один член семьи должен иметь постоянную работу. А если он откажется от предлагаемой ему вакансии, то рискует остаться без адресной социальной помощи. Бердебек Сапарбаев дал совет гражданам, которые сидят на шее государства и не хотят работать. Государственную помощь надо использовать правильно. Если ты здоровый человек, почему ты не должен работать? Вот же, говорит же. Получили граждан и начали, тем более, если человек живет в сельской местности. Поэтому, чтобы у нас издевельств не было, чтобы завтра у нас лентяев, лодор, много не было, особенно среди детей. Детей надо учить, чтобы они работали и думали о завтрашнем дне. С этим согласен глава региона Кумар Аксакалов. В четверг он проводил прием граждан. Говорит, было много просьб от населения о предоставлении бесплатных квартир. Из одного района приехала молодая семья, у которой четыре ребенка. Они сказали, что им нужен дом, трудятся простыми рабочими. Я спросил, почему вы не возьмете кредит и не начнете свое дело? Они ответили, что если возьмут его, то потеряют адресную социальную помощь. Говорят, что лучше не брать займов, а получать пособие. Это же неправильно. И о пенсионных деньгах. В своем послании президент говорил, что необходимо дать возможность людям вкладывать часть своих накоплений на покупку жилья или образования. Как и когда это станет возможно? Мы сейчас работаем над этим вопросом. Мы как государство должны обеспечить завтра нормальные пенсионные обеспечения, нормальные пенсионные жизни. Мы должны делать расчет. Этим вопросом пока занимается специальная рабочая группа. Она разрабатывает конкретные механизмы. Абай Альжанов, Саят Ермек, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. В Северном Казахстане планируют продлить сроки проекта строительства домов для переселенцев. Идею на встречу с вице-премьером Бердебеком Сапарбаевым озвучил глава региона Кумар Аксакалов. Премьер-министр инициативу поддержал. Подробнее о том, как на севере страны решают вопрос с трудовыми ресурсами, расскажет Айгири Мукашева. Казахстанцы уезжают из страны. Сейчас в республике наблюдается отрицательная сальдо миграции. В прошлом году оно превысило 29 тысяч человек. 68% уехавших – жители северных областей. Сейчас естественный прирост не перекрывает число убывших. Наибольшее снижение населения в североказахстанской области на 3,5%. А еще из-за низкой рождаемости идет демографическое старение. Общий коэффициент естественного прироста населения в североказахстанской области составляет 1,14. Это более чем в 10 раз меньше республиканского показателя – 14,63. При сохранении данной тенденции анализ показывает, что в 2022 году в северных регионах страны прогнозируется, что доля лиц, которые входят в состав рабочей силы, то есть экономически активное население, трудоспособное население, оно снизится с 59% до 50%. А вот на юге ситуация противоположная. Там плотность населения будет в 4 раза выше, чем на севере, прогнозируют специалисты. Найти баланс поможет программа переселения. Жители из трудоизбыточных регионов переезжают на север, где рабочих рук наоборот не хватает. Трактористы, механизаторы, бухгалтера, врачи, водители и педагоги. В нашей области сейчас 1200 вакансий. Потому мы активно привлекаем специалистов из трудоизбыточных регионов. Мы готовы им помочь. И такая ситуация во многих северных областях страны. Чтобы ее исправить, по программе с 2017 года место жительства сменили свыше 5000 семей. Это 18 тысяч человек, 8 тысяч из которых переехали в этом году. Из переселившихся с 2017 года граждан 4100 человек трудоспособного возраста. Из них трудоустроено на постоянную работу 89%. За 10 месяцев текущего года процент трудоустройства составляет 71%. И здесь опять-таки низкие показатели наблюдаются в Восточной Казахстанской области. Переехать с юга страны на север, открыть свое дело и стать успешной бизнес-вумен. Маржан Валеева на своем примере доказала, что смены географического положения бояться не стоит. Около пяти лет назад она приехала в Жамбылский район. Сама нашла работу, да еще и порядка 30 человек трудоустроила на своих предприятиях. У меня бизнес, связанный со строительством, а еще автомойка, химчистка, баня. Занимаюсь сельским хозяйством. Главное – работать. Государство помогает на 100%, начиная от момента, когда я переехала, и вот сейчас с техникой, землей, удобрениями. Было нетрудно, главное – работать. Кстати, сейчас я возвожу 17 домов для переселенцев в разных районах Северного Казахстана. Для переселенцев очень важна социальная адаптация, ведь переезд – это стресс. Потому на плодородной североказахстанской земле их гостеприимно встречают. А государство выплачивает пособия на переезд и помогает с жильем. В нашем регионе в рамках пилотного проекта для переселенцев строят дома. За период 2019-2022 года будут построены 2142 дома по пяти типовым проектам строительства индивидуального жилья, адаптированных сельской местности, общей площадью не менее 90 квадратных метров. В текущем году 87 населенных пунктов, 428 семьи переселенцев будут предоставлены на новое жилье. В первую очередь молодым семьям, имеющим два и более ребенка, а также определенную квалификацию или опыт работы. Пилотный проект действует три года. Глава региона Кумар Аксакалов выступил с инициативой продлить срок и заместитель премьер-министра идею поддержал. Только вот порой приезжают люди без образования или только со средним. Из прибывших в нашу область только четверть может трудиться врачами или педагогами. В связи с этим предлагаем закрепить ответственность за регионами выбытия, подбор и обучение квалифицированных специалистов согласно потребности рынка труда регионов прибытия. Это уже проблема не только нашей области, но и всех принимающих областей. Еще одна программа, помогающая решить демографический дисбаланс – СЕРПН. Студенты из южных областей бесплатно учатся в североказахстанском вузе, получают стипендии и места в общежитиях. «Если вы приедете, получите образование и останетесь трудиться в нашей области, мы поддержим вас. Молодые семьи, мы будем обеспечивать жильем на очень выгодных условиях». Остановить отток населения. Для этого, говорит Бердебек Сапарбаев, нужно устранить причины, из-за которых люди уезжают. «Необходимо людей обеспечить работой. И здесь отмечаю неактивность некоторых предпринимателей. А еще важно, чтобы было жилье. Здесь республиканский бюджет помогает. Но не нужно только на него надеяться. Необходимо подключить местный бюджет и предпринимателей». Повысить численность казахстанцев – это задача, поставленная Ельбасе, говорит Бердебек Сапарбаев. К 2050 году население нашей страны должно составлять 25 миллионов человек. Сейчас в Казахстане – 18 миллионов. Агири Макашева, Михаил Казначеев, Новость МТРК. Рост благосостояния граждан как основной вектор движения страны. Заместитель премьер-министра Казахстана во второй половине дня встретился с общественностью региона. Основной темой диалога стало исполнение послания президента Касым Жумарта Тукаева. Какие изменения в ближайшем будущем ждут самые важные социальные сферы, расскажет моя коллега Дарья Пашминцева. Уже больше 20 лет Казахстан придерживается одной стратегии – рост благосостояния населения. Принимаются новые законы, проводятся реформы, реализуются госпрограммы. Безактивной деятельности власти не может существовать ни одно государство мира, и наша страна стремится попасть в число лидеров. С такой мысли начал свой доклад Бердебек Сапарбаев. Казахстан продолжает уделять большое внимание экономике. До конца года она должна вырасти на 4,5%. Эта отрасль неразрывно связана с бизнес-сообществом, для которого сегодня создаются максимально комфортные условия. Вписан в около 5 миллиардов тенге для бизнесменов. На три года президентом объявлена налоговая амнистия. Кроме того, вводятся новые инвестиционные налоговые кредиты. Работать на государство или открыть собственное дело – право выбора каждого казахстанца. Чтобы прийти к такому решению, для начала нужно получить образование. Его качеству глава государства уделил особое внимание в своем послании. Если в городских школах есть и интернет, и современная техника, и мебель, то некоторые сельские по оснащенности отстают лет на 20. Такой разрыв недопустим, и его нужно сокращать. Так как в ближайшие годы количество профессиональных стандартов увеличится почти на 500. Это особенно касается для вашей североказахстанской области. Для этого мы должны, во-первых, обеспечить все наши школы учителями. В первую очередь по программе «Диплом Село». Вторую – укрепить материально-технические базы школ. До 2025 года мы должны ликвидировать все трехсюменные аварийные школы. Престиж профессии педагога повышается почти каждый год. В 2019 работникам образования подняли зарплату на 30%. Такой же рост в их оплате труда будет и в 2020. Зато количество высших и среднеспециальных учебных заведений по стране сократится. На рынке труда должны быть только сильные кадры. Их могут дать конкурентоспособные вузы, которые стремятся развиваться. Какие-то университеты и колледжи прекратят свое существование, а вот объектов здравоохранения в Казахстане станет больше. Как и подход к ценообразованию на лекарства, их качеству и количеству. Эти вопросы волнуют жителей всех регионов страны. Сейчас на казахстанском рынке государство регулирует цены лишь на половину всех препаратов. И каждый год эта цифра будет увеличиваться. Контроль за количеством лекарств тоже станет серьезнее. Их недостатки казахстанцы ощущать не должны. С этого года стало больше внимания работникам культуры и спорта. Сферы важные, но почему-то недооцененные. Сотрудников архивов, музеев и других представителей искусства в 2020-м ждет подарок в виде увеличения заработной платы. Дарья Пашмынцева, Желузбек Ермуканов, Новости МТРК. Во второй половине дня заместитель премьер-министра Казахстана Бердебек Сапарбаев посетил ряд социальных объектов Петропавловска. Ознакомился с оснащением теннисного центра, а в областной больнице побеседовал с медиками области. Говорили об обязательном социальном медицинском страховании для больниц и поликлиник. Также Бердебек Сапарбаев выслушал отзывы пациентов, а в местный альмаматер мнение молодежи. Студенты не упустили возможности задать вице-премьеру волнующие вопросы. В завершении рабочей поездки Бердебек Сапарбаев посетил новую школу в микрорайоне Береке, где прошел по учебным аудиториям и поговорил с педагогами. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Метод Томатис основан на стимуляции участков мозга, участвующих в расшифровке и анализе звуковых сигналов. Используется для стимуляции речи, повышения обучаемости, улучшения памяти и внимания, интеграции в иностранные языки. На сегодняшний день этот метод активно применяется в 20 странах мира. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход», телефон 460873. Продолжаем выпуск. Выпил, без прав сел за руль, да еще и чужой машины. Нетрезвого угонщика задержали петропавловские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Ранним утром 21 ноября экипаж патрульной полиции заметил на улицах города автомобиль ВАЗ. Полицейские начали преследование. Догнали его в районе университета. В салоне авто находились двое молодых людей. При виде полицейских попытались скрыться, но их задержали. За рулем находился 18-летний Петропавловец в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, где будет дожидаться судебного расследования. Качество, удобство и красота. В Петропавловске с 23 по 25 ноября пройдет ярмарка шуб Кировской меховой фабрики «Белка». Развернется она во Дворце молодежи. Организаторы выставки представят популярные в этом году фасоны. Ассортимент впечатляет. От классических до современных моделей одежды. Подробности в материале нашего корреспондента. Теплые, стильные, элегантные – это все о шубах меховой фирмы «Белка». Кировская компания уже не первый год радует петропавловских модниц высоким качеством, демократичными ценами и широким ассортиментом своей продукции. Среди девушек идет большинство норковой шубы. Модели разные, как ГД, балетки. Сейчас, в последнее время, цвет в моду тоже разный идет. Получается, как графит, снежная королева и песочный цвет, очень красивый. Мутоновые шубы тоже есть, очень много вариантов. В гардеробе каждой девушки и женщины должна быть норковая шуба. В ней и в ресторан можно выйти, и в театр, и на деловую встречу. В роскошных мехах любая будет выглядеть, как королева. Еще для деловых модниц у продавцов есть широкий ассортимент меховых жилетов. Помогут примерить, подскажут, посоветуют. Опытные продавцы-консультанты удовлетворят вкус даже самых привередливых покупателей. На каждой шубе должны быть кизы. Киз, он дает сертификацию, что эта шуба именно натуральная. Во-вторых, чтобы посмотреть качество меха, мы взяли вот эту норковую шубу. Значит, получается, этот мех идет скандинавский. Почему? Я как вообще узнал. Просто надо взять рукав, немножко его заломать, секунды две подержать и отпустить. Вы видите, что мех не заломался, мездры не видно. Ну, это говорит, что качество меха тут высокое. Ноябрь уже подходит к концу, а значит, скоро суровая, долгая северная зима окончательно ступит в свои права. Для тех, кто еще к ней не подготовился, фирма «Белка» дарит такую возможность. С 23 по 25 ноября во Дворце молодежи будет проходить большая ярмарка. Анжелика Сычева, Казбек Аркпаев, Новости МТРК. И к новостям спорта. 10 медалей привезли североказахстанские спортсмены с чемпионата мира по гиревому спорту. 9 наград завоевали профессионалы, золото у любителя. Крупный международный турнир проходил в Сербии. Казахстан занял там третье общекомандное место. Весомый вклад внесли в это и наши ребята. С призерами чемпионата встретились наши корреспонденты. Сильные и выносливые. Времени отдыхать у спортсменов нет. После очередного турнира снова усиленные тренировки в зале. Артем Головин поднимает гири с 10 класса. Вместе с друзьями пришел на секцию, заинтересовался. Рассказывает теперь уже мастер спорта международного класса. Турнир в Сербии – не первое его международное соревнование. В категории «Молодежь» весит до 73 килограмма, взял серебро. За 10 минут он толкнул гирю 127 раз. На прошедшем чемпионате мира в Сербии по гиревому спорту я выступал в трех номинациях. Это среди молодежи до 22 лет. Потом среди профессионалов уже все возраста были. И в командной эстафете среди молодежи занял второе место. По профессионалам занял третье место. И в командной эстафете Казахстан также занял третье место. Азамат Нурошев еще два года назад поставил перед собой цель – войти в тройку призеров на чемпионате мира и упорно к ней шел. Выступал в двоебории среди ветеранов. Стал вторым в весовой категории до 73 килограммов. Говорит, гиревой спорт очень непростой и тяжелый. Здесь необходима выносливость и сила воли. Выступая на помосте ради нашего государства, ради нашей области, ради нашего города, а также семьи, я выполнил свой долг и стал призером данного чемпионата. Чемпионат мира в Сербии собрал 540 спортсменов из 38 стран. От нашей республики поехали около 50 гиревиков, 8 из них – североказахстанцы. Они привезли 10 медалей. Профессионалы завоевали 6 серебряных и 3 бронзовых. А вот любителям досталось золото. Его завоевала 15-летняя Надежда Бабина из Козылжарского района. Выступление на соревнованиях для тренера – это всегда очень волнительный процесс. Как поведут себя спортсмены, как их надо правильно подготовить, не только физически, но и психологически. Наши ребята справились, я думаю, успешно. Впереди новые старты. Уже 3 декабря спортсмены поедут в Козылорду бороться за Кубок Казахстана. Анастасия Стертак, Желудузбек Ермуканов, новости МТРК. У меня на этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Анастасия Стертак, Желудузбек Ермуканов, новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова